Вместе пропадать не страшно нам. Строки актуальны как никогда. Сплоченность в самоизоляцию, взаимовыручка и поддержка. Михаил Палочкин разбивает уличное молчание. Уверен, людям это нужно. Для торжественности даже надел обновку – байкерскую куртку. Классическая музыка, она должна звучать, потому что на самом деле мы должны не сдаваться и не бояться. Михаил – бывший журналист. Журналист уже несколько лет играет на клавишах, струнах. Пишет свое, записывает творчество группы и говорит – счастлив. Своё состояние, как может, передает окружающим на безопасном расстоянии. Без маски объясняет, так как петь сложно, а руки моет и думает о лучшем. Очень важно мыслить позитивно и вот эту ситуацию с временной изоляцией человека воспринимать именно так, как мем в интернете про болтинскую осень. На самом деле, действительно, сейчас наступает такое время, когда человек может сделать простые важные вещи – это побыть со своими детьми, позаботиться о своих уже пожилых родителях, разобрать бардак, который у него в доме или там при усадебном участке. То есть, на самом деле, всю ситуацию надо выводить какой-то позитив, и поэтому я вот, играя классическую музыку и свои песни на улице, я считаю, что тоже немножко нотку позитива приношу, и во многом в этом вижу свое предназначение, чтобы действительно мир делать немножко добрее. Играет музыкант и классику. Говорит, даже уличное выступление должно быть на уровне больших залов. И рассуждает, настанет ли в Барнауле мода на балконные выступления. Итальянского карантина не хотелось бы, а вот новые форматы творчества почему нет? Вряд ли это будет, потому что музыканты не готовы это делать, а люди, возможно, не готовы это воспринимать. Ну, понимаете, почему не готовы? Потому что им бы, наверное, никто этого и не предложил. То есть, если бы предложил, ну, я, например, не знаю, если у кого-то есть балкон, я с удовольствием сыграю концерт на балконе. У меня просто, я же живу в двухэтажном доме, если не там национальный, и поэтому у меня нет балкона, поэтому я играю на улице, на стульчике. Играть ли Михаилу на улице дальше или подниматься на балкон, решит, пожалуй, вирус. Скоро музыканта, возможно, будут слушать разве что из окон домов. Зато живая музыка в самоизоляции – целое событие. Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok